здравствуйте добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков сегодня мы будем говорить о понятии внутренний конфликт и о сути внутреннего конфликта в терапии невроза вегетососудистой дистонии панических атак и так далее к тому чему привыкли зачитываю вопрос пишет марина здравствуйте алексей спасибо за ваши ролики посмотрела пожалуйста благодарности идут пожалуйста 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 так и марина пишет не могу понять надо ли все-таки искать внутренний конфликт существует ли он надо ли его находить и что с ним делать и вообще какое отношение он имеет к моим к моему самочувствию мнение расходится кто-то говорит не надо ничего искать и так далее спасибо значит марин отвечаю смотри действительно есть люди которые не очень понимают что такое внутренний конфликт действительно есть концепции например моя концепция которой я занимаюсь но не моя ассоциации когнитивно-предельной терапии не рассматривает невротическую структуру как наличие конфликта я хочу объяснить своим клиентам что такое внутренний конфликт и о том как все-таки образуются вегетососудистые симптомы панические атаки та информация которую я вам сейчас дам она на самом деле является очень важной и в медицинской структуре особенно если это касается научной медицины поэтому я попрошу этот ролик передать тем кто вам говорил о том что внутренние конфликты это иллюзия и копошиться и искать и ворошить его не надо тот человек который считает что его надо искать и ворошить просто не очень знает что такое внутренний конфликт потому что их всего три и ворошить из трех зная четкую классификацию определение если так человек говорит это говорит о том что он просто не очень понимает что такое неврозы в целом неврозы и так давайте я сейчас не буду определять очень подробно что такое эти внутренние конфликты но я вам расскажу чтобы коротко есть три внутренних конфликта истерический обсессивно-психосценический невростенический сейчас не будем говорить о них о них вы узнаете гораздо более подробно записавшись ко мне в группу или придя на личную работу сейчас я об этом говорить не буду вот у нас есть три внутренние конфликты это три паровозика они классифицируются все по-своему истерический внутренний конфликт где человек предъявляет определенную претензию к окружающим людям невростенический конфликт где предъявляет определенную претензию к себе обсессивно-психосценический конфликт рамок и это есть у к и итак у нас есть всего три типа невроза на планете земля истерия невростения и о к и запомнили три типа невроза и три типа внутренних конфликта тут не надо ничего искать рыть и нарывать и всего три второе у каждого типа внутреннего конфликта каким бы он не был происходит внутреннее столкновение динамическая реакция которая опять же у всех трех типов невроза вызывает вегетативную реакцию то что называется самотоформная вегетативная дисфункция всд напишу сюда то есть вегетативная реакция есть в каждом из типе неврозов поэтому всд это не самостоятельное заболевание это вегетативное проявление какого-то из невроза либо истерии либо невростении либо укр поняли что такое всд это телесное проявление какого-то типа невроза далее у каждого внутреннего конфликта и у каждого типа невроза также проявляется эмоциональная компонента например в истерии это в основном гнев и злость в невростении это например стыд в ОКР это например стыд и вина в невростении это страх какая-то эмоциональная компонента потому что она напрямую будет завязана с тем самым внутренним конфликтом о котором я вам говорю это эмоции и у каждого внутреннего конфликта или у невроза есть свое своя поведенческая особенность ну например в истерии это в основном демонстративное поведение в основном это спекулятивное поведение симптомом в основном это театрализованное появление очень много эмоций экспрессии и так далее в невростении это в основном трудоголизм перфекционизм я должен быть лучшим бэтменом да в ОКР это в основном ритуалы поведения проверки и так далее то есть вывод какой внутренний конфликт не надо рыть и искать их всего три как и три типа невроза на планете истерия, невростения и ОКР у каждого есть телесное проявление под названием вегетососудистое проявление эмоций это пот, озноб, холод, мурашки, тремор, слабость, нехватка воздуха и так далее все вегетативное проявляться может вопрос слушаем внимательно в каком типе невроза могут быть панические атаки и агорофобия? думаем в каком из типов невроза в истерии, в ОКР или в невростении могут быть панические атаки и агорофобия? верно правильный ответ во всех трех почему? паническая атака это неверная трактовка вегетативного самочувствия если человек, неважно в каком неврозе, синтерпретировал вегетососудистую реакцию из-за внутреннего напряжения, из-за невроза как угрожающую он испугается и будет паника если он эту вегетососудистую реакцию не синтерпретировал как угрожающую паники не будет поэтому терапия панических атак она вот здесь находится вот тут вот эти крестики это панические атаки но помимо панических атак есть сам невроз есть эмоция и поведение именно поэтому, если вы просто не перестали испытывать панические атаки вам легче-то не становится потому что паника это испуг вегетативной реакции агорофобия в каком типе невроза может быть? тоже во всех потому что агорофобия это механизм избегания обстоятельств в которых была паника соответственно, если вы приплюсовываете к агорофобии избегание простите, к панике избегания у вас будет паническая атака с агорофобией и там еще кардиофобия, страх там умереть от инфаркта, например поэтому, если у вас агорофобия паническая атака, страхи, навязчивости это шлейф основной проблемы, который называется невроз потому что работать надо конечно, сначала с паникой, с агорофобией но у вас еще останется поведение странное решение странное, неэффективность, много эмоций и самое главное, это ваш основной, основная структура это ваш сам невроз если вы истерик, если вы неврастыник, то лечить надо ваш характер неврастыника, истерика и обсессивно-психостенического сложения а вовсе не полировать знания, что такое ВСД и паника паника, ВСД, агорофобия, не избегая избегания и ходи, 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 провоцируй вот и чего дальше? но нет панических атак у человека, нет агорофобии но он по-прежнему какой? тревожный, напряженный, неэффективный избегает каких-то странных контактов с людьми еще что-то, не может это реализовать и это ему все еще тяжело и плачет, и не плачет, и ходит, и не ходит а паники нет, и вегетативная реакция такая, он ее не боится потому что есть три типа невроза и работать надо с неврозом, а не только со шлейфом проблемы я надеюсь, что я тебе, Марина, объяснил, что такое внутренние конфликты не надо ничего рыть и искать, их всего три и так я подытожу если у тебя паническая атака, агорофобия, или навязчивые мысли или плохое самочувствие знай, что у тебя нет ВСД у тебя есть какой-то из трех типов невроза задача твоего терапевта объяснить тебе сначала работу с панической атакой и объяснить, что паническая атака это всего лишь навсего испуг вегетативной реакции затем ты должен научиться не бояться вегетативной реакции, чтобы не запустить панику если у тебя уже есть агорофобия и ты избегаешь каких-то мест, где был страх ты просто идешь в эти места и понимаешь, и работаешь по определенным упражнениям с этими местами таким образом ты начинаешь опять передвигаться и у тебя нет паники и ты говоришь, ой, меня исцелили хер раз два тебя исцелили ты просто перестал использовать старую привычку избегания и перестал бояться следующее, что ты делаешь ты задаешь своему терапевту вопрос какой у меня все-таки это невроз и ты понимаешь, что у тебя либо первый, либо второй, либо третий и дальше вы начинаете приступать к работе над самим неврозом и когнитивно-поведенческая терапия и рационально-мотивно-поведенческая терапия Альберта Элеса очень хорошо работает самим типом какого-то невроза если это истерик, то мы работаем когнитивно-поведенчески и рационально-мотивно с истерией очень хорошо если это невростейник, то же самое но мы всегда преломляем метод когнитивно-поведенческий в структуру невротического конфликта а не просто шпарим наугад поработая с мыслями просто так я никогда просто вот так с мыслями не работаю потому что это из пушки по воробьям вам надо метод преломлять в конкретную конфликтную историю жизни человека где он будет принимать решения и где он будет менять интерпретацию в целом внутреннем противоречии вот это очень важно понимать спасибо вам за внимание я надеюсь вы поняли, что такое внутренний конфликт и как выглядит терапия невроза спасибо, ваш Алексей Красиков до встречи, увидимся а я поеду поучусь 4-5 апреля по когнитивной терапии и депрессии век живи, век учись поеду на занятия спасибо, удачи, пока